Выставка бумага-карандаш. Она у меня готовилась очень давно. Был пробный проект, выставлял его в Малой Росславце, в Боровске. И вот здесь, в Москве, в выставочном зале Тушина, это мой один из родных залов, я его очень люблю, так как я график, то есть карандаш в моем творчестве занимает такое особое место. Он меня строит, то есть как бы с небес сажает на землю. Какое количество картин ты решил выставить на этой выставке? Здесь где-то 28 работ. Сразу скажу, выставку я посвящаю своим родителям, потому что я не зря выставляю работы отца, потому что он основатель династии. Отец у меня с 14-го года, семья у нас большая, я четвертый в семье. Все художники на сегодняшний день. И как бы отчет нашей династии с отца. Я выставляю его работы, мы потом отдельно поговорим о них. Выставку выстраиваю некими такими блоками. Значит, родители. И с каждого пленера у меня какая-то серия появляется. Я тоже о ней потом подробно могу рассказать. Предположим, после родителей вторая серия посвящена монастырю. Как я правильно я понял? Нет, это был пленер. Левитановский пленер, который проводил Владимирское отделение Союза художников. В прошлый год, в августе. Он назывался Левитановский, седьмой Левитановский пленер. И двадцать восьмой Левитановский фестиваль. Есть левитановские места во Владимирской области, где он писал Владимирку. Это место вообще сохранено. И вот по окрестностям деревни Елисейково мы бывали на пленере. Вот такая получилась серия графическая. Там много у меня акварелей было, много было пастелей, темперы. А графическая была вот такая серия. Вот еще на стене у тебя посвящено нашей деревне умирающие наличники, сарай. Вот этот уже сильно очень порушен временем. Здесь о чем ты хотел сказать своими работами? А вот о том, о чем ты уже сказал. Ну, не хотелось бы говорить, что деревня умирающая. Что-то мне как-то не хочется говорить, что умирающая деревня. Это был сделан к выставке, к первой всероссийской выставке, к моей. Вот был сделан такой портрет. А следующее, что у тебя есть? Смешанная техника, которая требует продолжения. То есть он пока одиночка. Должна быть серия. Это о чем? Следующий блок, мои родители, мой портрет. Тоже не законченный, его надо продолжать. Потому что там будут еще несколько родственников. Бабушки, оказывается у меня красивые. А вот эти люди, интересные судьбы. Интересно, а вот это о чем? Это опять же блоки такие, которые получаются с одного пленера. Серии. Вот две работы. Там Воронцовский дворец какой-то, в глуши, в деревне, где там поликлиники были, какие-то больницы, душевно больные, туберкулезные. А это Воронцовский дворец. И женский монастырь. Под покровом, островной. Следующий. Тоже серия работ Клыкова. Мужской монастырь. Под Козельском, Калужской области. Отлично. А вот эта картина о чем? Ну вот, это на сегодняшний день пока, я считаю, хитом своим. Это наличники, снятые из домов, которые дома разрушили, а наличники сняли. То есть, у кого-то не поднялась лука сжечь их. Вот они стоят и ждут реставрации. Отлично. Та работа мне вообще называется «В ожидании реставрации». Ух ты, отзывы тебе понаписали уже. Здорово. А это вот про тебя в двух-трех словах, да? А, это свежая фотография. Это я в домике Лермитого, в Пятигорске. А это книги, в которых о твоей деятельности рассказано, да? А это у тебя то, что ты увидел, да? На фотографии, да? Да. Когда прощался с своим домом, правильно, Игорь? Да, да, да. Здорово. А это все? А это уже работа отца. В витринах три работы отца. И на наберке, да, отец. Она очень хорошо с командошел работу. А это у тебя домик Чехова. Белая дача, елка. Красиво. А вот это, чему посвящена картина? В двух-трех словах ты можешь ее описать? Она посвящена моему другу. Какому? Вот теперь я точно знаю, что она посвящена. Тогда он был жив, а вот сейчас... А сейчас его нет. И вот она четкая, его картина. Он был такой, Сергей Иванович, у меня... Это вторая серия с наличниками, да, ты ее развивал? Да, это вот две работы одновременно были сделаны наличники. Сарай. Да, с этим сараем я в Союз художников вступал. Здорово. А расскажи про вот эту вот картину. Что здесь есть? Ну, я считаю, что эта маленькая работа, она четко крымская. Вот она вот, горы именно вот, отразила крымскую тему. Вот Крым. Оттуда веет Крым. Здесь чего? Это Кидокша, это древнее место Ликанеры, Кидокша, которое древнее Суздалин. Понятно. Дальше здесь что такое? Чему это посвящено? Это Клинар, Архыс, Софийский ледник. Здесь что такое? Тоже Архыс, тоже Пленэр, лошадки. А вот эта графическая работа большая, руки. Ну, такая, может, даже несколько символическая такая вот, потому что она не посвящена. Это руки неконкретного человека, то есть это как бы выдуманное, то есть это, как бы, выдуманное, то есть это, наверное, называется «Песня Гончара». Вот эта картина о чем? А этот, как раз, тот подход, она называется «Двое», вот, ну, не все сразу видят, вот, а вот две фигурки. Понятно. Понятно. То есть, рука сама нарисовала эти фигурки, потому что в конце работы я понял, что она какая-то молчаливая, и надо чем-то оживить. Оживляешь, делаешь такие акценты. А вот эта картина чем-то посвящена? О чем она? Рисовал как натюморт, закончил вишневым садом. Угу. Здорово. Михаил, я благодарю вас за чудный обзор вашей выставки. Спасибо тебе, Андрей, за посещение и за хороший диалог. Спасибо. Угу. Продолжение следует...